Селям алейкум, здравствуйте! Ключевые итоги 2019 года мы подведем вместе с ректором Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Чингизом Якубовым. Чингиз Февзиевич, селям алейкум. Алейкум селям. К огромному сожалению, прошедший год унес жизнь ректора нашего университета, почетного президента КИПУ, действительно выдающегося ученого, почетного крымчанина, вашего отца Февзи Якубовича Якубова. Когда в августе пришла эта печальная новость, на самом деле скорбел весь Крым. Прозвучало очень много теплых и сердечных слов. Какие ключевые наставления вы пронесете через всю свою жизнь? Какие ключевые слова, какие ключевые советы для вас будут самыми главными, которые прозвучали из уст Февзи Якубовича? Не только для меня лично, не только для нашей семьи, не только для трудового коллектива нашего университета, но и для всего народа Крыма, для крымских татар, для мировой общественности. Конечно, для мировой научной общественности это невосполнимая утрата. Конечно, личность Февзи Якубовича, на мой взгляд, это личность очень масштабная, выдающаяся. Я думаю, что его жизненный путь, биографию, его устремление мы еще будем изучать в научных трудах, в работах. Что касается его наставлений, у него было одно наставление – трудиться, трудиться, трудиться и никогда не уставать. Февзи Якубович очень любил свой народ, очень любил людей, и люди всегда за это платили ему взаимностью. Еще раз хочу подчеркнуть, что это огромнейшая утрата для всех нас, но вместе с тем мы понимаем ту высокую ответственность, которая сегодня стоит перед нами, потому что задачи он ставил перед нами самые масштабные, и сегодня наш долг – эти задачи реализовать в жизни. Убежден, что вместе с коллективом, вместе с народом, вместе со всем Крымом мы эти задачи обязательно выполним. Буквально сразу же последовал указ главы республики Сергея Аксенова о присвоении университету имени Февзи Якубова. Нужно отметить, что впервые эта идея прозвучала во время празднования 80-летия Февзи Якубовича, и очень отрадно, что он сам смог это услышать. Как Вы считаете, какое значение для университета, да и для всего Крыма имеет это решение? Прежде всего, я бы, конечно, хотел выразить огромные слова благодарности главе республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову за то, что он поддержал нашу инициативу. Это признание его заслуг, высокая оценка его жизненного пути. Ведь ни для кого не секрет, что университет по праву был детищем Февзи Якубовича. И он жил университетом всю свою энергию, весь свой потенциал, который он накопил по жизни, он передал уже в таком, в кинетике он передал нашему ВУЗу. Много об этом говорили, что когда все вокруг рушилось в 90-е годы, создание научно-образовательного центра оказалось утопией. Поэтому я считаю, что это решение для нас судьбоносное и, на мой взгляд, единственно верное. Спасибо. Действительно, на самом деле Февзи Якубович жил университетом, вплоть до последних месяцев, последних дней своей жизни он проводил в университете. Какие ключевые предметные задачи Февзи Якубович ставил перед своим университетом? Прежде всего, уже буквально на последних месяцах жизни он определил нам задачу о серьезной концентрации всего коллектива на научно-исследовательской деятельности. Причем в самом широком направлении. То есть это и гуманитарный, и инженерный блок, точные науки. И вот это легло сегодня в основу и наших всех дальнейших действий. И вы знаете, уже есть результаты, очень существенно поднимается индекс цитирования наших педагогов, растут публикации в индексируемых изданиях, Scopus, Web of Science, FAC. Наш сборник, ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета, уже получил индекс DOI, то есть это уже выше ВАК, это уже буквально последний шаг перед тем, чтобы получить Scopus. Для Крыма, будем говорить, пока еще санкционного Крыма, я считаю это достаточно большим достижением, потому что все-таки наши работы будут выпускаться на английском языке, и будет возможность знакомиться с трудами ученых всему миру. А Крым сегодня, это, на мой взгляд, клондайк. Ну, прежде всего, конечно, в гуманитарном аспекте. Это история, это культурное наследие. Ну и, вы знаете, инженера подтягиваются, и это дает очень хороший, серьезный результат. Мы выходим на взаимодействие с ведущими вузами страны, прекрасно проводим совместные конференции, ездим, обмениваемся опытом, ведем совместные проекты научные. С МГУ у нас есть проекты, с МГТУ имени Баумана уже есть проекты для нас. В принципе, как достаточно, на мой взгляд, еще молодого вуза, регионального вуза, это уже серьезная заявка на такую вот хорошую позицию в рейтингах, пока еще российских рейтингах, в научных рейтингах нашего университета. Чингис Визич, как вы можете оценить избирательную активность крымских татар? И почему для нашего народа очень важно принимать активное участие и в жизни республики, и в жизни государства? Ну, если мы посмотрим хронологию выборных процессов, то мы отметим динамику позитивную. Количество крымских татар с каждым разом неуклонно участвующих в выборах неуклонно растет. Это упрямая статистика, против которой вряд ли что можно высказать. Вместе с тем, конечно же, я думаю, что это прекрасная возможность выбирать достойных людей, и невозможно участвовать в жизни государства, в жизни территории, на которой ты живешь, не имея непосредственного отношения к выборному процессу. Либо самому баллотироваться, либо идти поддерживать того или иного кандидата. Поэтому я думаю, что сегодня наш народ уже, ну вы меня извините, проснулся. И вот правильный выбранный кандидат, все-таки это хорошее подспорье для самого электората. Поэтому я убежден, что мы сами делаем свою судьбу, наша судьба в наших руках. И мы, конечно же, должны самым активным образом принимать самое активное участие во всех политических процессах, социальных процессах, которые сегодня происходят в Крыму. Вы являетесь членом трех комитетов, в том числе и Комитета по народной дипломатии и междунациональным отношениям. Как вы считаете, в современном мире, насколько эффективны механизмы народной дипломатии? Я думаю, если в отношении Крыма, все-таки я стараюсь фокусировать свою деятельность на Крым, нужно использовать все возможные механизмы, приемы, дипломатические приемы, для того, чтобы все-таки дать информацию, реальную информацию Западу и нашим, как говорят, партнерам о реальной ситуации в Крыму. И, собственно говоря, что и делается. И делается, на мой взгляд, достаточно успешно. И хотел бы все-таки отметить работу и Мурадова Георгия Львовича, и комитета в этом направлении, собственно говоря. И наш университет очень часто встречает гостей. И, вы знаете, при таких встречах мы видим, что сами люди, они настроены крайне позитивно. Ведь Крым — это орден на планете Земля, и это туристическая Мекка. И, на мой взгляд, сегодня Крым — достояние всего мира. И, вы знаете, само слово «народная дипломатия». То есть это не политики формируют, а сами люди. И я думаю, что между простым народом, между людьми никогда никаких противоречий не было, если бы эту ситуацию не наглетали политику. Еще раз подчеркиваю, Крым сделал свой выбор. Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации. И мы сегодня делаем все, чтобы мировая общественность признала этот неоспоримый факт. Вы подчеркнули, что в вышедшем году, в том числе, Крым посетило достаточно много иностранных делегаций. Но тем временем и представители, народные дипломаты от Крыма принимали участие в работе ключевых международных структур. Как вы можете оценить эффективность данной работы? Конечно же, еще есть такие незримые барьеры. Но, в частности, я два раза подавался на форумы, проводимые в рамках и ОБСЕ, и Генассамблеи ООН. Первая попытка была поехать в Польшу. Визу мне не дали. Я уже эту ситуацию комментировал. К сожалению, мне так и не стало ясным, почему сегодня Польша, как страна, она лишь площадка, где собирались все 165 стран. Как я уже говорил, если бы это проводилось в Зимбабве, я бы подал визу в Зимбабве. Если бы где-то в другом месте, я бы подал в другую. Но почему представителю коренного народа, реально живущего сегодня в Крыму, реально знающего и владеющего, насколько я понимаю, ситуацией в нашей республике, не дали возможность по таким каким-то абсолютно формальным, необъяснимым причинам выступить. Вторая попытка была такая же, это уже на Генассамблее ООН, куда все-таки попал и Руслан Исмаилович Балбек, и Анастасия Гричина. Также по необъяснимым причинам визу мне не открыли. Хотя тематика выступлений, она была напрямую связана с нашим университетом. Там все-таки было образование на национальных языках. У нас три языка являются государственными. Все три языка, на всех трех языках ведется преподавание в нашем ВУЗе. Кафедра украинского языка у нас работает в полном объеме. Крымско-татарский язык, но об этом можно вообще не говорить. Мы проводим ежегодный форум государственных языков, молодежный форум государственных языков. Вот хотим с этого года как-то, чтобы нас уже, может быть, государство поддерживать в этом отношении, или республика. Поэтому работа, люди пишут. Причем, знаете, не крымские татары пишут эссе на крымско-татарском языке, побеждают в конкурсах. Крымские татары пишут там на украинском, пишут на русском. И вот этот симбиоз, ну, мне кажется, таких аналогов нет нигде. Разве только что в самой Швейцарии. Я бы с удовольствием об этом рассказал бы в Швейцарии, что, по сути дела, у нас ситуация идентична. И люди здесь живут в абсолютной гармонии. Разве что, если бы наши недруги не накручивали постоянно ситуацию, то было бы вообще замечательно. Поэтому у нас все хорошо, полная гармонизация, по крайней мере, в рамках нашего возраста. Ни одного конфликта на межнациональной или межконфессиональной основе никогда не было. И я глубоко убежден, что при строительстве нашего полиэтнического центра культуры молодежи эти позиции будут усилены, и связи будут еще более упрочнены. И не только в масштабах Российской Федерации, а в масштабах всего мира. Поэтому я думаю, что это лишь вопрос времени. Да, давайте продолжим наш разговор университетом. С какими ключевыми показателями завершил университет 2019 год? Ну, вы знаете, есть год календарный, а есть год учебный. Все-таки календарный год – это больше финансовый год, а мы оцениваем все-таки по учебному году. Но вместе с тем, даже на этом этапе мы проводим промежуточную и аттестацию, и отчетность проводим. Вы знаете, университет растет, университет развивается. Мы, во-первых, полностью закрыли весь набор. По многим направлениям был конкурс. Научная активность очень сильно выросла. Очень сильно растет уже проектная деятельность. Есть очень много и молодежных проектов, и научных проектов. И это еще раз подтверждает то, что наш университет очень активно, уже практически мы, ну, уже хватит говорить о бесконечной интеграции, мы уже влились в образовательное пространство Российской Федерации. И я глубоко убежден, что та поддержка, которую оказывают нам вузы, крупные вузы страны, она даст этот результат. И мы подтянемся до этого уровня, и уже сможем вот в совместной работе вносить свой серьезный и существенный вклад в экономику Крыма. Вы вспомнили про Центр политической культуры молодежи. Безусловно, все мы, и особенно студенты, в том числе, ждут завершения строительства. Какой объем работ был выполнен за 2019 год, и когда стоит ожидать введения в эксплуатацию этого объекта? Объем работ выполнен, конечно, грандиозный, но все-таки часть работ осталась невыполненной. Но вместе с тем, конец, не конец, в августе 2020 года планируется завершение всех строительно-монтажных работ, потом начнется уже процедура передачи нам в оперативное управление. Но я думаю, что к концу 2020 года объект уже будет полностью передан нам. Вместе с тем мы параллельно ведем работу, и, на мой взгляд, достаточно успешно. В этом отношении хотел бы выразить огромные слова благодарности своему проректору Мусаеву Си Цали Сит-Ягьяевичу, проректору по хозяйственной деятельности. Он огромные усилия прикладывает в этом отношении, и мы сегодня уже проектируем вторую очередь библиотеки. Проект будет сдан, если я не ошибаюсь, в мае 2020 года, уже у нас будет проект, и мы уже начнем строительство. И параллельно, конечно, ведем уже третью очередь, это народно-художественные промыслы и спорт, это будет крытая площадка. В основном будем ориентироваться там на силовые виды спорта. В подвале они будут вести свои тренировки, это штанга, борьба, бокс. А наверху будет у нас уже хорошее такое помещение со зрительскими местами, где мы будем эти соревнования проводить. Ну, конечно же, баскетбол, волейбол, гандбол и так далее. Спорт, безусловно, нам очень нужен, потому что кафедра у нас очень сильная. Кафедру возглавляет чемпион Олимпийских игр Мухаммедяров Наиль Нариманович. Состав в кафедре очень сильный. При этом они молодцы, мы не имея своей базы, мы даем очень серьезные результаты. Великолепная команда регби. Я все думаю, как мы можем их так серьезно раскрутить. Когда они начинают играть, у меня аж слезы на глазах. Это надо видеть. И практически вся сборная Крыма сегодня на 80% укомплектована нашими игроками. Я думаю, что наши регбисты о себе еще заявят и заявят очень серьезно. Этот год был таким рубежным, особенным для абитуриентов, ведь впервые зачисление шло по результатам ЕГЭ, единого государственного экзамена. Как вы можете оценить такой первый опыт? Были ли какие-то сложности? Какие ключевые моменты, какие ключевые положительные стороны ЕГЭ вы можете обозначить? Вы знаете, достаточно плавный был переход. И вот я отдаю должность все-таки системе образования Российской Федерации, что подход к Крыму был, будем говорить, особенный. И нам была дана возможность плавной интеграции в те процессы, которые сегодня есть. Но в этом году был первый набор уже без всяких исключений на общих условиях, как это проходит в Российской Федерации. Хочу сказать, практика достаточно неплохая с точки зрения того, что все-таки контингент, но вы меня извините, я студентов, так это по документам. Я всегда их как называл студентами, так и называю. А то обучающийся контингент, но, извините, я по формальному. Качество контингента выросло. То есть ребята приходят достаточно подготовленные. Но вместе с тем, вы знаете, есть такие вот моменты, когда они добирают один балл, два балла и не могут поступить. Вот у меня здесь поток был родителей с детьми. Ну настолько одаренные ребята. Они приносили свои работы, показывали, хотели поступать на художников. Но где-то там они общество знания что-то не добрали. Но мастера своего дела. Вот, конечно, было очень обидно упускать таких детей. И мы в этом отношении, значит, сегодня сделали бесплатные курсы для этих ребят. Я дал поручение, чтобы мы их ни в коем случае не отпускали. И мы сегодня с ними в прямой связи. И они посещают наши курсы. Я убежден, что на будущий год они обязательно поступят в нас в университет. И именно вот эти дети будут очень таким изящным, красивым содержанием нашего полиэтнического центра и тех народных художественных промыслах, о которых я говорил ранее. Ченгий Сергеевич, еще в бытность, когда, допустим, наше поколение числилось в абитуриентах, мы вплоть до поступления в университет могли перебирать специальностями. Сейчас с введением системы ЕГЭ встал вопрос о, скажем, ранней профориентации, когда задуматься о будущей специальности вплотную нужно задолго еще до получения аттестата. Как вы считаете, это положительная сторона или негативная сторона? И насколько внимательными в этой системе должны быть сами абитуриенты и их родители? Есть такое понятие непрерывное образование. То есть человек должен все время самосовершенствоваться. Вот сама система образования, сам термин «система» — совокупность элементов, взаимодействующих между собой. Вот система образования, если их раскладывать по элементам, то элементы — это уровни образования. Дошкольное, школьное, среднепрофессиональное, там высшее. Вот если мы сможем наладить вот эту связь и уже с детского возраста, начиная даже с детского сада формировать компетенции, формировать интерес к своей будущей профессии, собственно говоря, это было и даже в Советском Союзе. И при этом, знаете, я этого совершенно не отрицаю, достаточно правильная практика. И эту практику прагматичный Запад взял за основу. Ведь «Фольксваген» сегодня формирует своих на 20-летнюю перспективу. Он сегодня уже в детских садах проводит мониторинг, и дети рисуют машинки. И дальше, 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 дальше они выявляют таким образом талантливых детей. И оплачивают им учебу в университете на том направлении, которое сегодня необходимо для их производства. И таким образом они отбирают лучше. Вот сегодня мы пытаемся идти по тому же пути. И, конечно же, там такие крупные вузы, там МГУ и так далее, у них есть свои детские сады и свои школы. И они вот эту систему непрерывного образования смогли очень изящно выстроить. И сегодня я ставлю эти задачи и перед нами в том числе. У нас уже есть свой колледж. Мы, может быть, не очень успешно, хотелось бы все-таки более интегрированно работать со школами. Ну как не успешно? Мы очень много ездим по школам по всему Крыму. Но все-таки вот 44-я, 42-я школа как-то нам роднее, и мы бы хотели как-то более эффективно работать в этом отношении. Поэтому я думаю, что тот вопрос, который вы задали, подход правильный. Ведь как-то дрейфовать перед судьбоносным решением не стоит, потому что стать историком, инженером. Надо уже с первого класса, ну может быть где-то с пятого, шестого уже совершенно точно знать свою будущую профессию и формировать себя для этой профессии. А в этом отношении, я думаю, и династии, и все это передается из поколения в поколение. Я думаю, такая практика, она очень эффективна. В экспертной среде и в нашем университете в том числе, неоднократно подчеркивалось, что перспектива развития образования, высшего образования, это тесная связь с производством. А насколько вот эта работа сейчас продвигается в нашем университете? Достаточно динамично. Я и был, вот и схожу в коллегию Министерства промышленности Республики Крым. Мы сегодня открываем ряд кафедр, на многих предприятиях Крыма работают наши выпускники. Мы очень часто организовываем круглые столы с участием работодателей. При этом мы не собираем всех, как говорится, в одно общее, а мы разделяем по блокам. То есть гуманитарный блок – это одно, педагогический блок – другое, промышленный блок – третий. Если говорить о промышленности, то и завод «Фиолент», все предприятия Крыма сегодня задействованы в нашем ВУДе так или иначе. И мы сегодня и формируем узкие места, то есть у каждого производства есть узкие места, то есть те проблемы, которые нужно решать. И мы эти задачи сегодня, эти проблемы включаем в выпускные квалификационные работы, дипломные работы, и в научно-исследовательскую деятельность, и уже кое-что получается. И будем внедрять свои разработки в производство. А с учетом той материально-технической поддержки, которую нам оказало правительство Республики Крым, я думаю, что вот эти результаты мы уже будем получать достаточно быстро и эффективно. Да, вы еще в прошлом году говорили, что наращение материально-технической базы – это приоритет для развития университета. Что было реализовано за 2019 год вот в этом направлении? Вы знаете, очень много. Вот честно вам скажу, я весь год занимался насыщением материально-технической базы вуза. Были собраны заявки со всех кафедр. Ну, на мой взгляд, вы знаете, по-моему, только спортсмены остались у нас не… Ну, у них базы свои нет. А так, конечно, был сделан упор, но это, я думаю, достаточно оправдано, на технические специальности, потому что невозможно готовить хороших инженеров, не имея соответствующего оборудования. И вот сегодня, спасибо большое службам, которые работают в нашем вузе, мы смогли очень эффективно, быстро приобрести самое инновационное оборудование. В частности, вот наши автомобилисты получили, я очень просто, телеканал Милет, сделать по этому отдельную передачу. Такое оборудование, которое, знаете, я, по-моему, уже шутил на этот счет, как говорил известный персонаж, только у меня и у Майкла Джексона. Только два вуза Российской Федерации имеют такое оборудование – это Арктический университет и наш Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзия Кубова. Уникальные вещи немецкого производства. Мы обошли все санкции, немцы приезжали к нам, налаживали эти вещи. И я думаю, что вот такой подход позволит нам обеспечить и дополнительное образование, ведь сейчас мы видим, сколько машин ездит, все они нуждаются в сервисе. Мало того, все эти стенды, они могут быть использованы для научных разработок. И свои идеи мы в качестве проектов можем, собственно говоря, рекомендовать и нашему отечественному автопрому. И чем черт не шутит, можем и немцам отсюда, из Крыма, посоветовать. Я думаю, они люди разумные. Если они увидят в этом хороший положительный эффект, они обязательно возьмут на вооружение. Чингис Федорович, завершение календарного года – это не только повод для того, чтобы подвести итоги, но и отличный такой способ поставить новые задачи на будущий год. Какие они у вас и у университета тоже? Вперед, вперед и только вперед. Развиваться по всем направлениям, выполнять все заветы нашего основателя Иква Федоровича и быть полезными для нашей прекрасной развивающейся республики. Спасибо, Чингис Федорович, за такой важный и актуальный разговор. Спасибо, уважаемые телезрители, за то, что были с нами.